Плелся дождь Плелся дождь В марте 1916 года родился оренбургский поэт Илья Михайлович Елен. В 24 года он окончил музыкальное училище. Основой поэтической речи считают звук и музыку. Без них не мыслю поэзии, по крайней мере, своей, говорил Илья Михайлович. Урал. Знойный, нещадно-солнечный Оренбург, где я родился в семье врача. Рано еще ребенком лишился отца. Главой семьи сделалась мать, преподаватель иностранного языка в школах, затем в институте. От нее знание языков и пытливая любовь к слову. Первые попытки писать отношу к началу 50-х годов. Сперва переводы, потом свое. Много болел и болею. Быть может, отсюда камерность, порой хрупкость моего стиля. С искренней благодарностью вспоминаю покойного маршака, благословившего меня на путь творчества. Дорогой Илья Михайлович, я прочел ваши переводы Шамиса. Это очень хорошая работа, и я сделал все, что в моих силах, чтобы продвинуть ее в печать. К счастью, Шамиса оказался в планах гослит-издата. Надеюсь, что издательство не будет слишком медлить с опубликованием этого перевода. Когда вопрос будет принципиально решен, я посоветую исправить некоторые мелкие детали. А в общем, вы прекрасно владеете искусством поэтического перевода. Желаю вам счастья и успехов, Самуил Маршак. Переводы Ильи Елина включены в книги, выпущенные московскими издательствами. Илья Михайлович член Союза писателей СССР с 1958 года. Он печатался в 60-е, 70-е, 80-е годы в альманахах «Степные огни», «Каменный пояс», «Рефей», журнале «Урал». Южно-уральское книжное издательство выпустило его сборники. «Лунный полдень», «Ожидания», «Все на земле», «Посади дерево», «Карусели». Ну, о себе, о своей работе он говорил с неохотой. Пусть говорят стихи, повторял Илья Елен. В доме радость, наконец-то ребенок. Плачет мать, мать плачет. Мальчик вырос из тесных пеленок. Плачет мать, плачет. Надели на мальчика гимнастерку. Мать надрывается, плачет. Свалилось на мальчика горе, горькое. Не он, мать, плачет. Но если мальчику выпадет счастье, И в дом зачастит удача, И капельки солнца размоют ненастья, Тогда уже мать плачет. Позже моим судьей и наставником сделался Илья Сильвинский, Учеником которого я себя убежденно считаю. Не могу не помянуть добрым словом больших поэтов столетия, Тех, кого изучал с большой любовью, Чьи уроки и опыт стараюсь воспринять и переосмыслить. Это Лорко и Тувин, Цветаева, Маяковский и Незвал, Мартынов и Кедрин. Илья Елин в письме обратился с просьбой к поэту Илье Сильвинскому Со стремлением продлить светлое состояние ученичества. Ответ был кратким, вразумительном и не предвещающим ничего доброго. Я старик суровый, подумайте хорошенько. Но стихи были отправлены, И на десятый день почтальон принес конверт на улицу Орджоникидзе, 81, города Оренбурга. Дорогой Илья Михайлович, Слава Богу, стихи ваши оказались не той добросовестной серятиной, Которой меня, как правило, угощает современный читатель. В ваших стихах есть ветерок, влажность, запах мяты. Что касается литературной техники, то вы законченный мастер. Мне, например, посоветовать вам нечего. Сердечно вас приветствую, собрат по печати Илья Сельвинский. В седом парике разговаривал с Богом в ракочащих гулких органных басах И думал с улыбкой о счастье у Богом, невзысканный счастьем всеслышащий Бах. Плодились и мерли в земной круговерти трудяги, умельцы в чудных городках, Затем, чтобы остался в надзвездном бессмертии пришелец из мира грядущего, Бах. Дорогой Илья Михайлович, стихи, присланные вами в этот раз, произвели на меня очень хорошее впечатление. Они гораздо выше того, что я знал о вас раньше. Прежде всего, они по-настоящему лиричны. То есть сквозь них ясно проступает образ человека, которого не спутаешь с человеком вообще. Это личность. Во-вторых, и сам поэтический почерк своеобразен и неповторим. У вас поразительно точный вкус. Крепко жму вашу руку и желаю новых стихов в том же духе. Ваш Илья Сельвинский. По дороге идет человек. Он устал. Он в конец обессилен. Человек бредет не один. Где-то совсем рядом, на соседней планете, шагает его счастье. Только оно это счастье не видит, не подозревает, что оно, улыбаясь неведомым птицам, свистит на губной гармошке. Он идет. Он уходит все дальше. Он вот-вот пропадет из виду. По дороге бредет человек. Человека зовут Чаплин. КОНЕЦ